Уважаемые любители моих научных роликов, которые стали не только научными, но и отчасти коммерческими. Я должен сразу принести благодарность тем, кто заинтересовался одним из вопросов, рассмотренных вот в этом двухтомнике «Морфология сознания» и попросил сделать ролик о нескольких важных вещах, которые, с точки зрения читателя, оказались, ну, скажем так, требующими пояснения. Заранее благодарю за оплату этого ролика, поскольку кто, собственно говоря, заказывает, тот и танцует. Это известная поговорка, поэтому я выполняю просьбу заказавших разъяснить один из вопросов, изложенных во втором томе книги «Морфология сознания». Значит, здесь есть такой раздел, который называется, это глава, если меня помнит, нет, вот глава восьмая «Третичное сознание». О чём идёт речь? Речь идёт о том, что я для того, чтобы было понятно некоторая моя такая фривольность обращения с историей, в то же время было понятно и корни этого самого обращения. То есть, на чём я базируюсь? Я ввёл несколько своеобразных понятий, которые мало используются, так сказать, и в отечественной, и в зарубежной литературе, посвящённой мозгам. То есть, что же я предложил? Я предложил разделить те формы сознания, которые существуют у человека на три ступени – первичное, вторичное и третичное сознание. Что я с этим связываю, что я понимаю под этим самым названием первичного, вторичного и третичного сознания? Значит, ну, как совершенно ясно из моих предыдущих книг и работ различных, которые, кстати говоря, советую почитать, я имею в виду в первую очередь, интерес может представить книжка «Последнее издание изменчивости и гениальности», в которой, кстати говоря, я рассказываю о базовых представлениях, которые необходимы для более глубокого понимания книжки, посвящённой развитию и становлению мозга человека, то есть морфологии сознания. Без этого довольно трудно делать. Ну, а если вы совсем неискушённый человек, то советую обратиться для начала, чтобы понять понятийный аппарат, слова, чтобы не ругаться на профессора невинного в этом отношении абсолютно, на сложность излагаемого текста, то почитайте «Ничту мозга». Там как раз всё сделано так, чтобы человек с школьным образованием, ну, который освоил по-честному хотя бы восемь классов средней школы, смог разобраться. Вот, скажем, последовательность такая. Сначала «Нищета мозга», потом «Изменчивость и гениальность», чтобы мозги встали на место. А если их у вас нет, то и оставшиеся вылетели бы. Это тоже неплохо. Счастье, оно, как известно, безмозглое. Ну, и после этого уж морфология сознания, которая посвящена формированию нашего мозга. Это для мам, которые заводят детей, чтобы они их, ну, сразу не погубили, чтобы у детей всё-таки был хоть какой-то шанс. Так вот, вернёмся к вопросу. Дело в том, что необходимость введения такой терминологии, как первичное, вторичное и третичное сознание продиктована, с одной стороны, как эволюцией нашей нервной системы, которая продолжалась только уже в бипедальном варианте 4,5 миллиона лет, так и связана с тем, что разные формы сознания, конечно, это условные понятия, они определяют по-разному наше поведение. Итак, вернёмся. Кроме эволюции у нас есть ещё индивидуальное развитие. И здесь всё совпадает. Я тут ничего не придумал. Герберт Спенсер говорил о том, что первым высказался на этот счёт и сказал, что, ребята, каждый человек в своём индивидуальном развитии проходит все те этапы эволюции, которые проходило человечество. Он в общем прав. В самом общем виде. Но дело касается не только структуры, но и в первую очередь нашего мозга. Что же происходит? В первую очередь у детей в самом раннем возрасте естественно созревает то, что дифференцируется первым. То, что у эволюции возникло первым. Это что? Это так называемая лимбическая система. То есть это комплекс ядер, связанный когда-то в далёком прошлом с обонятельной системой, и который запускает что? Инстинктивно гормональные формы поведения. И именно поэтому дети, как только появляются на свет, они, конечно, там выполняют все автономные функции, но их сознание носит, по сути дела, обезьяний характер. Не надо ждать, что дети вдруг начинают говорить какую-то очень научную чушь и очень складно. Пустой мозг способен к подражанию феноменально. И наиболее глупые родители просто пытаются заработать на своих детях или привлечь внимание, заставляя их делать то, к чему мозг ещё не приспособлен. Все эти сказки про чудесных детей, которые там в пятилетнем возрасте начинают заниматься высшей математикой, это, естественно, всё профанация. Потому что я сам участвовал в некоторых проектах 70-х годов, когда там пытались отбирать выдающихся детей, но кончается всем одним и тем же. Половым созреванием и, в лучшем случае, собиранием бутылок на помойках. Ну, если по нынешним временам, конечно, у родителей нет большой платиновой карточки, которая обеспечит бутылки не на помойке. Так вот, первичным формируется сознание, которое связано с лимбической системой. Это комплекс центров подкорковых, древних, которые в большинстве случаев имеются ещё и у рептилий. Ну, и поэтому поведение, незатейливое в смысле добиться еды, найти полового партнёра, ну, если это стайное существо, это выпендриться. То есть дети в основном и пользуются лимбической системой. Именно поэтому наиболее распущенные падают на пол, дрыгают ногами, требуя какую-нибудь особую машинку или куколку. Другие там, значит, в истерике катаются по полу, крича о необходимости свежайшего айфона, хотя, в общем-то, они будут свои темы тоже, что и на предыдущем. То есть ничего связанного с внутрассудочной деятельностью. Это первичное сознание, оно биологично по своей сути. И надо сказать, что оно проявляется у всех рано и с разной степенью торможения, которое связано с чем? С тем, что после 8-7, 8-9 лет, в зависимости от социально-культурного слоя, начинает формироваться неокортекс, то есть новая кора. И уже решения, которые продиктованы лимбической системой, инстинктивно-гормональные, они начинают использовать, скажем так, big data из неокортекса, чтобы говорить понятным языком. И тогда решения у детей начинаются наиболее осознанными. Они начинают хитрить, обманывать, врать, ну и прочие всякие прелести семейных отношений, которые их тоже хорошо разрушают. Но тем не менее, в данном случае поведение сильно усложняется. Но в его базовой основе, то есть в основе, так сказать, мотивации, лежит всё та же самая лимбическая система, то бишь первичное сознание. То есть что получается? Первичное сознание, носящее абсолютно биологическую форму, детерминирует интересы. Интерес, как вы понимаете, три. Поесть, размножиться, ну и выпендриться. Всё. А когда начинает формироваться кора, то есть 8-9 лет, она подключает гигантский личный опыт, который у человека накапливается. Она подключает знания, получаемые в школе, колледже и так далее. Получаемые из книг некоторые даже читают. Не удивляйтесь, не просто телевизор смотрят, не просто в компьютер тыкают пальчиком, но и читают книжки, настоящие, с буквочками. Это тоже очень сильно сказывается на формировании вторичного сознания. Но, слава богу, что не все балуются таким образом, и книжное знание постепенно исчезает, иначе спасу не было бы. Короче говоря, первичного и вторичного сознания вполне достаточно для того, чтобы ввести образ жизни, который характерен для гомо-сапиенс. Обращаю ваше внимание, гомо-сапиенс без приставки, сапиенс, сапиенс. Это пока просто человек разумный. И вот такими многие остаются на всю оставшуюся жизнь. Если опять-таки подчеркну. У папы кредитка очень большая платиновая, или у мамы. Где-то денег своровали очень много за границей или в своей собственной стране. То есть, когда не надо напрягаться никаким образом. Почему? Потому что обладатели первичного и вторичного сознания на самом деле, в общем-то, процветающая группа гоменит сейчас. В стабильном обществе, в котором ничего не меняется, они имеют колоссальные преимущества. Они думают только о своих биологических проблемах, уничтожают всё, что к ним отношения не имеет. Ну, то есть, если вот представим себе, возьмём мою среду, учёные. Если одно дело учёный, который занимается наукой. А другое дело учёный-администратор, который имитирует занятие наукой, а всю свою жизнь положил, чтобы залезть повыше. Как говорила моя покойная мама, в науке как в курятнике. Главное – залезть повыше, клюнуть ближнего и нагадить на нижнего. Ну, в общем, эта великая закономерность повторяется во всех остальных местах, не только в науке. И вот такие псевдоучёных-администраторов у нас полным-полно. Они вообще в науке разбираются примерно так же тщательно, как свинья в апельсинах. Но неважно, зато они ей отлично управляют. Чем они являются? Носителями вторичного сознания. А где же носители третичного? И что это такое? Вот об этом один из вопросов. Дело-то в том, что третичное сознание – это как раз то, что возникает при произвольном мышлении. Когда человек, благодаря развитию своему, индивидуальному образованию, использованию своей коры, в конце концов, благодаря огромным сложностям, научился думать, ну, хоть как-то, не о еде, самках и доминантности, то тогда он приобретает вторую приставку. То есть получается «gomo sapiens sapiens», то есть человек разумный-разумный. К сожалению, таких очень мало, и в условиях стабильного общества они не востребованы. Но почему? Потому что он не может быстро подольститься к начальнику. Он не может исполнительно делать откровенную глупость. Он же начнет задумываться, мерзавец. Он начнет спрашивать, а почему это так? Обратите внимание. Даже фильмы про разведчиков в основном посвящены тому, что умный разведчик, который сейчас, кстати говоря, идет по телевизору, носитель третичного сознания. И он не на жизнь, а на смерть сражается с идиотами, которые внутри страны носители вторичного сознания. Для того, чтобы что сделать? Помочь стране. То есть получается так, что критическая ситуация, ну, например, война или предвоенная ситуация, она выдвигает как раз носителей третичного сознания. Люди с третичным сознанием, ну, те, которым обладают, бывают востребованы только в период излома государственного строя. Ну, там или революция, или война, например. Вот тогда все обладатели вторичного сознания, которые думают только о том, как бы спасти свои спертые деньги, спрятанные где-то. Как те, кто пробился на самый верх, преодолев все уровни личной некомпетенции, ну, благодаря связям, родственникам, взяткам, там, ну, подсиживанию, доносам и прочим всяким замечательным мероприятиям, которые как раз очень распространены в человеческом обществе. Они заняли место полностью несоответствующих компетенции. Ну, вот, а когда приходит время решать хоть какие-нибудь вопросы, выясняется, что они непригодны даже на мыло. Вот тогда они начинают бежать. Они начинают уходить, их начинают снимать из-за некомпетентности. Они начинают бежать в дальние страны неожиданно. Ну, вот, и на их место приходят обладатели третичного сознания. Это ничего не значит, что человечество станет лучше. Упаси Бог! Как только задачи решены, начинается обратный процесс. Ну, вспомните, что сделали с маршалом Жуковым. Вспомните с теми выдающимися нашими разведчиками, которые достигли гигантских результатов. Вспомните с выдающимися учеными, которые в нашей стране после изобретения голубой крови вешались из-за того, что добрейшие начальники, пробившиеся, понятно, каким местом наверх, требовали поделиться их открытием. И много-много чего еще другого. Вся история человечества заполнена этими явлениями. Почему? Потому что носители вторичного сознания – бескомпромиссные борецы за колбасу. Это яркие представители эволюции. Именно в них воплотилась мечта биологическое человечество. Поэтому, конечно, после использования обладателей третичного сознания, обладателей вторичного сознания, их быстро намазывают на бутерброд. И таким образом, есть только маленький-маленький момент в истории человечества, когда действительно разумные люди ненадолго, очень ненадолго получают хотя бы средний уровень власти. Ну или революцию, когда они могут надолго получить даже более высокий уровень. То есть это редчайшее явление, к сожалению, с которым приходится смиряться. Все это будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы не начнем осмысленный отбор с помощью церебрального сортинга, с помощью томографов высокого разрешения, с помощью которых мы будем уже определять способности людей. Ни болтливость, ни демонстрируемая преданность, которая часто оказывается предательством, а именно реальные способности. Именно они представляют ценность, что понятно, только во время войны или катастроф. Поэтому, уважаемые читатели, советую вам почитать в такой последовательности книжки, чтобы было попонятнее сначала изменчивость и гениальность. Ее, кстати, осталось очень немного. А потом только переходить как раз к проблемам первичного, вторичного и третичного сознания. Просто многие вещи будут понятны, потому что переписывать одно и то же, как наши выдающиеся популязаторы, я не могу. Бумаги жалко, деревьев. Это исключительно с зелеными целями. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Приятного вам чтения. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ